оккупанты паникуют дезертирство и самострелы в рядах рашистской армии приобретают массовый характер знаем о том что от 40 50 60 человек было одновременно дезертировано в акимовке воинской части которая стояла рядом с гордой мелитополь согласно информации агентства ри амелитополь на случай если российский солдат не сумел дезертировать у него есть и план б местные медработники сообщают что в начале июля был госпитализирован с ранением российский солдат чтобы гарантированно избежать отправки на фронт он совершил самострел в голову массовое бегство и выстрелы в собственные головы напрямую связаны с успешной работой украинских вооруженных сил на юге украины в частности в запорожской и херсонской областях российская армия заходила на территорию украины они точно не собирались воевать их солдаты не собирались воевать их солдаты собирались пройти маршем от джанкоя от геническо и до киева и до белорусской границы и на этом как бы точно воевать никто не собирался когда вооруженные силы украины дали жесткий отпор остановили продвижение армии тогда начались сумасшедшие потери и тогда сразу же открылись глаза у солдат российской армии которые точно не хотели не собирались воевать не хотят и не собираются поэтому столкнувшись с украинскими вооруженными силами бегут но ведь речь о россии репрессивная машина которой попросту не позволит солдату изъявить желание сохранить свою жизнь в мелитопольском районе русские офицеры насилуют рядовых солдат за невыполнение приказа сообщает риа мелитополь приказ выполнишь погибнешь на поле боя откажешься станешь жертвой насилия от рук своих же офицеров насилия в том числе насильственных действий унижения это тот порог который разъедает изнутри в целом россию и в том числе конечно же и российскую армию армия мародеров убийц и насильников солдаты которой находясь в тылу оккупированных территорий привыкли к относительно безопасному для их жизни террору местного населения но как только украинские военные сумели передать весточку о своем приближении все те же офицеры курирующие зверства на украинских территориях принялись пытать и насиловать появившихся дезертиров я сомневаюсь что есть насилие то видят то как они зверски относятся к нашим людям к нашим жителям только видя как они относятся к нашей территории и это зверство которое они делают на территории украины для меня абсолютно очевидно как они будут зверски относиться к своим дезертира по-другому и не скажешь зверьё засевшая во всех силовых структурах начиная от полиции и заканчивая армией зверьев которому кгбшник у руля страны выдал полный карт-бланш не только на убийство украинцев но и на издевательство над собственным народом сейчас уже это слово такое есть в россии называется швабринг это вот когда как при иване грозном сажали на кол при владимире путине засовывают швабру назревает логичный вопрос неужели столь горячо любимых защитников родины по крайней мере как их подает геббельс т.в. государство никак не защитит ответ прост кремлевская верхушка и курирует все эти пытки конечно многим пострадавшим и за армии из тюрьмы неудобно рассказывать они этого стыдятся и собственно говоря этим пользуются спецслужбы к печальному раздорожью пришел российский оккупант ступив на украинскую землю вперед пойдешь украинскую пулю словишь назад попятишься фсбшную швабру